Потом Пророк да пребудет над ним мир и благословение сказал, а то, что касается грешного раба или неверующего, когда к нему приближается смерть, спускаются ангелы с небес. У них черные лица и с ними кусок ткани из ада. Это самое грубое, неприятное, что можно одеть. Как будто одежда наполнена колючками. Они садятся от него на расстоянии взора. Они не окажут ему чести, ни приближением, ни взглядом в его сторону. Потом придет ангел смерти и скажет, «О скверная душа! Ты жила в скверном теле. Твоя нога не знала мечети. Твои руки знали лишь прикосновение к соблазнительным и порочным женщинам, поднятие бокалов вина, занятие развратом, написание запретного. Какова же эта рука и нога? Какое есть благо в этом теле, если оно занимается лишь ослушанием и сопротивлением религии, чнит препятствие призыву и распространению блага? О скверная душа! Ты скверная душа! Ты наущала своему хозяину запретное, отвечая при этом шайтану. «О скверная душа! Ты жила в скверном теле! Изыйди к гневу Аллаха! Изыйди к проклятию Аллаха и его гневу! Тогда его душа разойдется по всему телу. От страха она не будет знать, куда ей бежать. Спрятаться в правой ноге или в левой, или в руке, или в животе, или в голове. Его душа разойдется по телу, а он вырвет ее, как вырывают зазубренное железо из мокрого куска шерсти. Зазубренное железо — это кривой нож наподобие серпа. Как будто ты берешь его, обворачиваешь мокрой шерстью, потом вытаскиваешь этот нож, и шерсть разрывается. Пророк да благословит его Аллах приветствует, сказал, потом он вынимает ее, как вырывают зазубренное железо из мокрой шерсти. А когда он уже вынул, то не оставляет ее в руках ни на минуту, а отдает тем ангелам. Они заворачивают ее в тот кусок ткани из ада и возносятся с ней к небесам. Его семья рыдает по нему, имущество делится. Его дети плачут на его груди. Люди чувствуют горе. А может быть, кто-то и радуется его смерти. Может быть, притесненный радуется смерти притеснившего его. Обиженный им радуется смерти своего обидчика. Может, тот, кому он навредил, а он не смог ответить ему, радуется смерти вредителя. При смерти некоторых людей трясется трон милостивого из-за любви к ним. По ним плачут мимбары мечетей. А другие люди умирают, и люди радуются их смерти. Он сказал, они поднимаются с ним и просят открыть для него небесные врата. Ангелы же спрашивают, кто это? Они отвечают, это такой-то сын такого-то. И они называют его самыми скверными именами, которыми его называли при жизни. Самое скверное имя, которым его называли, ругаясь, дразня и ненавидя. Имя, которое он не желал слышать при жизни, будет упомянуто, когда ангелы будут представлять его. Ты не заслуживаешь уважения, ведь ты не уважал свое тело, хотя мог быть из числа молящихся. Не уважал свою руку, хотя мог стать одним из дающих пожертвования. Ты не уважал свою душу, и тебя не уважают ангелы. Ты не даровал своей душе высокую степень, чтобы получить такую степень на небесах. И ему не будет открыто. Аллах скажет, запишите имя моего раба в книгу Сиджин и верните его на землю. А насчет верующего Аллах сказал, запишите моего раба в книгу Алиин, а этого запишите в Сиджин и верните его на землю. Ведь из нее я создал их. В нее верну и из нее выведу в следующий раз. И его душа вернется в тело. К нему придут два ангела и грубо усадят его. Они не будут трясти его слабо или жалостливо. Нет, к нему придут ангелы и грубо усадят его. Он начнется в ужасе. А они спросят его, кто твой Господь? Он ответит им, как будто он знал его при жизни. Слышал его и ему о нем говорили при жизни. Однако ему это не придет на луну. Он засомневается в этом из-за постигшего его ужаса. А я не знаю. Они спросят его, какова твоя религия? Какой религии придерживался ты? Вообще, кому ты поклонялся в этом мире? Был ли ты настоящим рабом Аллаху? Или же ты был рабом своего полового органа, рабом своего бокала, своего имущества, своего кресла, своего положения? Из-за этого ты убивал и притеснял людей. Какова твоя религия? На какой ты был религии? А он ответит, я не знаю. Спросят, кто тот мужчина, который был послан к вам? Ты знаешь его? Его жизнеописание? Его нрав? Его сунны? Ты любишь его? Следуешь за ним? Защищаешь его? Знаешь ли ты описание? Читал ли ты о нем? Кто тот человек, который был послан к вам? А он ответит, я не знаю. Тогда ангел ответит, ты не знал и не читал. Ты был в этой жизни потерянным. и не читал ничего и не узнавал. Твоей заботой было лишь имущество и страсть, должность и кресло, твоя власть и трон. Это было твоим устремлением, а загробная жизнь осталась где-то под твоими ногами. Ты не знал и не читал. Пророк, да благословит его, Аллах и приветствует, продолжил. Потом его ударят молотом, и если ударить им гору, она рассыплется, и он погрузится в землю на 70 локтей. Его могила станет настолько узкой, что перемешаются друг с другом его ребра. Аллах скажет, мой раб солгал, расстилите для него огненные ложа, откройте для него врата в ад. И он почувствует адский жар и услышит наказание его обитателей и их крик. Потом к нему придет мужчина с отвратительным лицом и гнилым запахом. Невозможно будет ни посмотреть на него, ни вынести его запах. Этот ужасный и зловонный человек скажет, я сообщу тебе нечто, что тебя огорчит. То, что ждет тебя, еще ужаснее, чем то, что ты видишь сегодня. Эти удары молотом пустяки. То, что твоя могила сжалась, и твои ребра перемешались, ничего страшного. то, что ты видишь ад и свое место в аду, чувствуешь его жар, запах и мучения, это еще ничего. Тебя ждет то, что страшнее всего этого. Я сообщу тебе нечто, что тебя огорчит. Он посмотрит на этого мужчину, у которого ужасное лицо, и от которого исходит гнилой запах и спросит, кто ты? Твое лицо человека, который приходит со злом. Тот человек ответит ему, я твои скверные дела. Я не чужой тебе. Это прелюбодеяние, представшее перед ним, его распивание спиртного, его пожирание людей имущества обманом, его притеснение слабых при первой же возможности, его ослушание родителей, распитие вина и то, что он просыпал намаз, убивал людей. Его суждение не тем, что не спасал Аллах. Это его молчание в побуждении к одобряемому и запрещении порицаемого. Это запретное, что он писал. Это его злословие и сплетни. Они все собрались вместе и готовы были стать горой, но стали мужчиной. Он скажет, я твои скверные дела. Он все время будет находиться с ним, и тот будет смотреть на его ужасное лицо и чувствовать этот отвратительный запах, претерпевать все это и говорить, о Господи, пусть не наступит судный день. О Господь, пусть не наступит судный день. О Господь, пусть не наступит судный день. Из-за того наказания, которое ждет его впереди.